Чеченская милиция Чеченской милиции и федеральных войск. По сведениям спецслужб, именно этот полевой командир должен был передать местным бандитам деньги для срыва предстоящих 5 октября президентских выборов в Чечне. На выручку Аль-Валиду выдвинулись сразу несколько групп боевиков. 19 августа для перехвата одной из них выехал отряд ОМОНовцев, но УАЗ с милиционерами неожиданно попал в засаду. Когда изрешеченная пулями машина остановилась и боевики приблизились, из нее раздались автоматные очереди. Потеряв несколько человек убитыми, бандиты отступили. Жизнь ОМОНовцев спасла машина, имевшая скрытое бронирование. Впоследствии на ней будет обнаружено более 200 следов попадания пули и ни одной пробоины. Массовый призыв машин в армию начался еще до начала Первой мировой войны. Он позволил организовать более оперативную переброску войск, вооружения и амуниции. Советский Союз, отставая в развитии перспективных автомобилей, тем не менее стал родоначальником целого класса машин военного назначения, легких армейских вездеходов. Мало кто знает, что еще в 1938 году, за два года до появления знаменитых американских джипов, именно в Советском Союзе был выпущен первый легковой полноприводный автомобиль. И сегодня мы расскажем о наиболее ярких фрагментах из истории развития отечественных армейских внедорожников. Броня для Скорпиона 1936 год. Рекордный по протяженности автопробег «Горький, Памир, Москва». Эти хроникальные кадры, снятые оператором Романом Карменом, вскоре будут запрещены для открытого показа. Многие участники экспедиции по возвращению попадут в категорию врагов народа. Только благодаря заступничеству наркома промышленности Сергу Арджоникидзе избежал ареста конструктор Виталий Грачев, который впоследствии заслужит неофициальный титул короля бездорожника. В горах Памира и пустынях Туркестана он испытывал свой первый экспериментальный автомобиль-вездеход. Подобная машина могла пригодиться геологам, сельским жителям и, конечно, военным. Создание в промышленности полноприводных автомобилей, переносов, все-таки принадлежит военным. Именно их требования заставили промышленность серьезно задуматься над этим классом автомобилей, которые в последующем стали широко использоваться и в народном хозяйстве. В 1938 году Виталий Грачев лично продемонстрировал свой новый автомобиль ГАЗ-61 Сталину, Буденному и Ворошилу. Внешне это была обычная М-кар, хотя под привычным обликом легковой машины скрывался настоящий вездеход. По мощности и проходимости полноприводный ГАЗ-61 лишь немного уступал танку Т-26. Но к началу 40-х Красная Армия располагала всего парой сотен таких машин. Слишком дорогим и сложным оказался автомобиль. Январским вечером 41-го года в Кремль срочно вызывают конструктор горьковского автозавода Виталия Грачева. Нарком автомобильной промышленности Вячеслав Малышев показывает ему свежий номер американского журнала «Автоматик Индастрис», в котором впервые опубликована фотография легкого вездехода «Бантам». Несмотря на то, что Грачев и Малышев хорошо знакомы, нарком категоричен. Необходимо срочно создать аналогичную машину. Срок – два месяца. Спустя всего 51 день первый советский джип ГАЗ-64 выехал из заводских ворот. Машина была предназначена для транспортировки четырех солдат и 45-мм противотанковой пушки. Но к 22 июня 1941 года был собран всего один автомобиль. Огромные потери автомашин в первые месяцы войны заставили отложить запуск в серию новой модели. Производство началось лишь в конце 41-го года. Потребность в машинах подобного класса восполнялась за счет поставок из-за рубежа. За время войны в Советский Союз из США поступило более 55 тысяч легковых вездеходов, известных под собирательным именем «Виллис». Советский ГАЗ-64 сильно уступал американским машинам. И в 1942 году на смену ему пришел более совершенный автомобиль ГАЗ-67, прозванный солдатами «Иван Виллис». Были такие случаи, наши водители военные, вообще они изобретатели. Связывали тросом «Виллис» и «ГАЗ-67Б». Кто кого? «ГАЗ-67Б» перетягивал, и «Виллис» пятился задом. После окончания войны интерес военных к легким вездеходам несколько снизился, но, как оказалось, ненадолго. 3 октября 1950 года. Москва начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Секретно. 15 сентября 1-я дивизия морской пехоты и 7-я пехотная дивизия США высадились в Инчхоне и начали продвижение к Сеулу. В ходе наступления американцы широко используют мобильные штурмовые группы на джипах. С их помощью захватываются слабо укрепленные населенные пункты и мосты, обеспечивая основным силам возможность стремительного наступления. Положение корейских товарищей отчаянное. Опыт применения легких внедорожников во время Корейской войны подробно изучили в Советском Союзе. «ГАЗ-67» уже не соответствовал современным требованиям. И в 1952 году начинается выпуск нового отечественного вездехода «ГАЗ-69». По сравнению с машинами военного поколения, «ГАЗ-69» имел более мощный двигатель, удачную конструкцию трансмиссии и даже отопитель-салон. В конце 50-х мощностей Горьковского автозавода не хватало. Производство «ГАЗ-69» передали в Ульяновск. В 1960 году на полигоне «Капустин-Яр» членом Политбюро во главе с Хрущевым был показан первый советский противотанковый ракетный комплекс «Шмель». Потрясенный необычным оружием, управляемым по проводам, Хрущев прямо на полигоне приказал срочно принять «Шмель» на вооружение. Из-за нехватки специальных боевых машин было решено разместить комплекс на базе «ГАЗ-69». Выбор оказался удачным. По простоте обслуживания и проходимости «ГАЗ» значительно превосходил многие зарубежные аналоги. В этом довелось убедиться Дмитрию Язову, будущему министру обороны Советского Союза. Во время Карибского кризиса 1962 года он вместе с Раулем Каслером, братом вождя Кубинской революции, выехал на наблюдательный пункт возле американской базы «Гуантан». У него был джип не польский. Он говорит, давай джипа. Проехали они за метров 100-200, и он встал. Я к нему подъехал, говорю, садитесь. Ну, ну, Руслан, не пойдет. Я говорю, пойдет. Включили демультипликатор, и до самого наблюдательного пункта, так, около 300 метров высота. Мы доехали спокойно на нашем газике. На базе ГАЗ-69 были созданы автомобили радиационной и химической разведки, машины радиосвязи. Использовали его и как легкую боевую машину. На нем размещали пулеметы и зенитные ракеты. В 1967 году, во время шестидневной войны на Ближнем Востоке, единственным эффективным средством против израильских танков оказались именно советские внедорожники, оснащенные птурсами. 20 июля 1967 года. Москва, начальнику научно-технического совета главного бронетанкового управления советской армии. Совершенно секретно. Стоящие на вооружении египетской армии автомобили ГАЗ-69 в целом показали себя вполне пригодными для участия в боевых действиях. Вместе с тем отмечен ряд недостатков в сравнении с аналогичными транспортными средствами западного производства. Низкая удельная мощность двигателя, повышенная раскачка кузова при движении, недостаточный ресурс ходовой части. Начальник штаба аппарата, главного военного советника в Арабской республике Египет. В середине 60-х началось создание новой модели. В числе проектировщиков был выпускник Московского автодорожного института Альберт Рахман. Вскоре руководство заметило, что молодой специалист обладает задатками дизайнера. Теперь дизайнер. А раньше, когда я приехал на завод в 1956 году, слово дизайнер никто никогда не слышал. Я наделал много-много всяких рисунков, которых я до сих пор называю почеркушками. Это если с профессиональной точки зрения смотреть, то это действительно почеркушки. Но в них постепенно вырисовывался образ 469-го. Характерный внешний вид УАЗика появился не сразу. Было создано несколько десятков вариантов, пока, наконец, художественный вкус в союзе с инженерным прагматизмом выработали конечную версию. Я считаю ее мордочкой добродушной. И не даром, как говорят в армии, эту машину так и называют, бобиком, потому что это вроде добродушной такой собачки, хорошей. Но она не агрессивна, это совершенно ясно. Потому что машина в какой-то степени создавалась и для военных, и для гражданских лиц. В том, что разработанный для армии внедорожник пригодится на гражданке, сомнений нет. В стране достаточно мест, где условия передвижения были максимально приближены к боевым. Первый УАЗ-469 сошел с конвейера в 1972 году. Сначала новые машины давали только высшему командному составу вооруженных сил и поставляли в зарубежные группировки войск. При всей схожести армейский УАЗ значительно отличается от народно-хозяйственной машины. На конвейере их никогда не спутают. Этого не допустит военная приемка. Специально для этой машины были разработаны редукторные мосты, которые ходят более 200 тысяч километров. Была разработана, был разработан агрегат, коробка перемен передач. Значит, подвеска здесь, в отличие от народного хозяйственного автомобиля, жесткая. На автомобиль устанавливается специальная светотехника, в частности, герметичные фары. 27 сентября 1974 года. При восхождении на Эльбрус несколько альпинистов провалились в расщелье. Из-за сложных погодных условий авиация не могла доставить к месту трагедии медикаменты и оборудование. Спасатели обратились к заводским испытателям, которые по заказу военных проверяли УАЗ-469 в условию горной местности. Любая техническая неисправность на крутом горном склоне могла привести к трагическим последствиям. Но ради спасения людей пошли на риск. Это восхождение в западной прессе назвали сумасшедшим русским штурмом. И отказывались вере, что за 38 минут на высоту более 4000 метров поднялись серийные автомобили. До сих пор неофициальный рекорд так и остался непревзойден. О всепролазности УАЗов ходят легенды. В начале 80-х по дипломатическим каналам из Эфиопии поступил неожиданный заказ на большую партию передних и задних УАЗовских мостов. Зачем? Оказалось, что африканские товарищи собираются установить их на поломавшиеся ландроверы. Именитые вездеходы не выдержали жестких условий эксплуатации и было принято решение заменить английскую ходовую часть на советскую. Боевую проверку советские внедорожники прошли в Афганистане. За УАЗиками советских военачальников велась настоящая охота. 23 февраля 1984 года. В канун дня советской армии моджахеды решили провести показательную акцию устрашения. Когда машина заместителя главного военного советника с секретными документами возвращалась с военного аэродрома на базу кундузи, она попала в засадку. Они совершили нападение на нее, вышли на обочину и в упор стали расстреливать приближающуюся машину. Но надо отдать должное нашему водителю, он не испугался. После первой очереди он почувствовал, что машина теряет обороты, включил вторую передачу, дернул на себя заслонку газа и продолжал движение, и даже направил машину прямо на моджахеда. Несколько километров по разбитой бронетехникой дороге шла искалеченная машина до ближайшего блокпоста. Осмотрев автомобиль, специалисты были удивлены, как УАЗик сумел преодолеть этот путь. Мы насчитали в ней 17 пулевых отверстий, было пробито все, что только возможно. Радиатор охлаждения, значит, масляный радиатор, крышка трамблера, из нее выпали фрагменты, но она осталась на трамблере, и это позволило машине, машина не остановилась. Афганские события показали, насколько эффективными в современной войне могут быть внедорожники. В начале 80-х Министерство обороны поручило Ульяновскому заводу создание нового автомобиля с уникальными свойствами. Машина получила секретный шифр «Ягуар». Тема была засекреченная, но, сами понимаете, что избежать расспросов при эксплуатации автомобиля на дорогах общего пользования было невозможно. Значит, и водители, в конце концов, как отчинаш, выучили все отмазки от надоедливых расспросчиков. Значит, когда спрашивали, что за автомобиль, подходили к дверям, щелкали ручкой и говорили, видишь, ручка, «Жигулевская», знаете, «Жигули». А что за двигатель стоит? Ну, ты смотри, какой большой капот, «Камазовский». А где производят? Ну, ты что, номера не знаешь? Посмотри, «Куйбышевские». Ну, вот так и путали. Вскоре о новой разработке Ульяновского автозавода стало известно на Западе. 27 августа 1978 года. Арлингтон, штат Верджиния, Пентагон, начальнику автобронетанкового управления армии США. Секретно. В СССР начались работы по созданию нового поколения автомобилей-амфибий для сухопутных войск. Предполагается, что в случае полномасштабной войны на Европейском театре боевых действий они смогут обеспечить пехоте форсирование водных преград сходу. Во время испытаний в 1982 году «Ягуар» своим ходом прошел по Волге от Ульяновска до Астрахани. Автомобиль был оснащен всеми корабельными принадлежностями. От ходовых огней до насоса для откачки воды из трюм. Поскольку плавание проходило вдоль густонаселенных районов, о соблюдении секретности уже не было и речи. Выплывали на берег, открывали за цепочку Кингстон, значит, и вода текла. При этом часто бывало, что мы в это время уже двигались по направлению к заводу, значит, и обгоняющие нас водители, значит, сигналили, махали руками и показывали, что из машины что-то течет, и требовали, чтобы мы срочно остановились и устранили вот эту неприятность, неисправность. Ягуар выдержал испытания во всех климатических зонах, от Высокогорье до Заполярье. Он опроверг мнение о том, что одновременно хорошо ездить и плавать невозможно. Но на конвейер Ягуар так и не попал. В начале 90-х у советской армии уже не было средств на закупку машин. В конце 20-го столетия, несмотря на успехи военного автопрома, российская армия снабжалась лишь одной моделью компактного внедорожника, модернизированной версией УАЗ-469. Как командирская машина он продолжал устраивать военных, однако меняющаяся военно-политическая обстановка диктовала свои условия. В 21 веке призрак всемирной ядерной катастрофы сменила реальная угроза локальных вооруженных конфликтов. Понятие фронта и тыла потеряли смысл. Террористы теперь предпочитают наносить удары из-под тяжка. 6 октября 1995 года в центре Грозного на радиоуправляемом фугасе подорвалась машина командующего федеральными силами генерала Романова. Стало очевидно, армейскому автомобилю необходимо научиться защищаться и атаковать. Спустя две недели в главном автобронетанковом управлении состояло срочное совещание, на которое были приглашены представители ведущих отечественных автопредприятий. В это время в Министерстве обороны поднялся вопрос о создании именно бронированного автомобиля для армии. Рассматривались несколько вариантов. Один из них это создание нового бронированного автомобиля. И второй вопрос о создании бронеавтомобиля на существующих шасси. Ну и так как автомобиль Ульяновского автозавода, а именно УАЗ-469, обладает достаточным запасом прочности, было принято решение первые бронеавтомобили изготавливать именно на шасси ульяновских автомобилей. Сложность задачи заключалась в том, чтобы сделать бронирование незаметным для противника и при этом не ухудшить технические характеристики. За помощью обратились в НИИ Стали, где уже с 70-х годов создавались бронированные правительственные машины. Для военного внедорожника был разработан специальный бронемодуль. Он обеспечивает защиту автомобиля со всех ракурсов обстрела. Грубоватый с виду бронемодуль имеет допуски размером не более 2 мм. А при его изготовлении применяются самые современные лазерные и плазменные технологии. Основным материалом служит сталь с уникальным сочетанием прочности и вязкости. Специальный бронеавтомобиль защищен 6-миллиметровой броней и многослойным стеклом, которое на расстоянии до 10 метров выдерживает прямое попадание пуль калибра 7,62 и 5,45 мм. В общей сложности специальный бронированный модуль, состоящий из таких элементов, весит почти полтонны. При этом силами экипажа он устанавливается на автомобиль всего за 4 часа. Неожиданно выявился серьезный недостаток бронеавтомобиля. Внутри машины было невыносимо жарко. Солдаты на испытаниях теряли сознание от духоты. Пришлось срочно дорабатывать автомобиль. По внешнему виду автомобиль ничем не отличается от тех, которые бегают по нашим дорогам. Но в то же время здесь внутри размещается броневая защита. Здесь имеются бойницы для ведения стрельбы. Здесь же мы учли все те основные недостатки, которые выявились и в ходе испытаний, и в ходе эксплуатации тех машин, которые ранее выпускались. Первыми пользователями новой техники стали сотрудники военных комендатур в Чеченской республике. Для них огневой контакт с бандитами стал повседневным явлением. И дополнительная защита пришлась очень кстати. Комендант всегда настрелили на мушке, на прицеле. И очень много комендантов, которые вот именно там подвергались обстрелу, и их жизнь чисто спасла вот эта броня. Но подобная бронемашина лишь пассивное средство защиты. Для того, чтобы идти в атаку, был создан десантно-штурмовой автомобиль «Гусар». 12 мая 2004 года. Пентагон начальнику штаба автобронетанковых войск. Секретно. В зоне северокавказского конфликта отмечено появление российской боевой машины нового класса. По тактико-техническим характеристикам она соответствует штурмовому автомобилю М998 «Хаммер». Несмотря на то, что «Гусар», в отличие от «Хаммера», принадлежит классу легких вездеходов, он способен решать серьезные боевые задачи. Машины предназначены для усиления мобильности подразделения специальной разведки, а также для увеличения огневой мощи при поддержке или проведении специальных мероприятий. Увеличен запас хода, увеличена противопульная броня сделана, произведено локальное бронирование двигателя топливных баков. «Гусар» оснащен мощной силовой установкой, рацией, широкопрофильными шинами, вооружением, два пулемета кругового обстрела и автоматический гранатомет «Ладен». Армия не только смотрит на развитие мировых тенденций по созданию полноприводных автомобилей, но используя тот задел научный, который существует сейчас, в том числе и на Ульяновском заводе, ведет постоянные поисковые работы по совершенствованию и созданию новых перспективных образцов. В начале 90-х на российских дорогах появились потомки западных военных джипов, роскошные оффроуды для богатых владельцев. По комфортабельности и скоростным качествам они значительно превосходили российские армейские внедорожники. Но у военных во всем мире по-прежнему в цене спартанская умеренность в сочетании с высокой надежностью. И в этом русский джип остается одним из лучших. И не случайно в 2004 году именно российские УАЗы были отобраны экспертами ООН для своей миссии в Афганистане. В свое время мы проводили сравнительные испытания с Ж-классом, проводили сравнительные испытания с Тойотой, с военной модификацией. И автомобили УАЗ 31-51 не показали худших результатов, а по некоторым может быть даже и превосходили те версии автомобилей. Впрочем, новые технологии постепенно внедряются даже в столь консервативный армейский джип. Сегодня вы впервые можете увидеть одну из последних разработок Ульяновского завода. По признанию специалистов, автомобиль «Скорпион» представляет собой новый вид легкого боевого вездехода. Он оснащается крупнокалиберным пулеметом или гранатометом и по огневой мощи не уступает боевой машине пехоты. Низкий профиль, скрытое бронирование и высокая скорость повышают живучесть «Скорпиона» как на открытом поле боя, так и в лабиринте городских кварталов. Главная особенность нового российского автомобиля заключается в том, что «Скорпион» — невидимка, стелс. Его кузов имеет радиопоглощающее покрытие, незаметное для локаторов противника. Сегодня незатейливая транспортная машина постепенно превращается в мощный боевой комплекс, вбирающий в себя лучшие научно-технические достижения. Российская боевая техника всегда была на высочайшем уровне. И, возможно, именно военные технологии поднимут отечественный автопром на новую небывалую высоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова